Друзья, всем привет! Мы немножко подзадержали выпуск с Эльдаром Автоподбор. Вот сейчас заканчиваем и выпускаем. Хочу вам сказать одну вещь. Сейчас пойдет речь конкретно об одном человеке из этой компании, который приехал к нам на осмотр. То есть я могу сейчас сказать не за всю компанию, а только за одного человека. Все, всем хорошего просмотра. Погнали! Друзья, всем привет! Ну что, сегодня кайфовый февральский день. Сегодня выпал снег в Питере наконец-то. И сегодня мы вызываем Автоподбор Эльдар. Посмотрим, что найдут они. Потому что предыдущие подборщики, подборщики сервиса, дилеры обосрались полностью. Так что приятного вам просмотра. Вы позвонили в компанию Автоподбор. Меня зовут Эльдар и я уверен, что мы сможем вам помочь. Заявочку на сайте на выездную диагностику оставляли. Удобно разговаривать? Да, конечно. Выездная диагностика на Хиндез Алёве с 15-го года стоимостью 400 тысяч рублей. Все верно? Именно так. Хочется сразу вас предупредить. Вы же понимаете, что автомобиль 100% будет с проблемами? Почему? Ну, потому что 15-го года Солярис 400 стоит не может. Ну, он стоит 450, я просто не придал значения, поэтому сказал 400. Даже 450 Соляриса не стоит. Меня интересует в основном кузов. Я уже и покатался на нем, как бы, ну, все вообще меня устраивает. Меня интересует вот по кузову осмотр. Вот в основном вот такой. Смотрите, у нас есть в таком случае другая услуга. Называется она проверка автомобиля по кузову. Вообще прекрасно. Только кузов смотрим, 2000 рублей это будет стоить. То есть никакой проверки юридической частоты, нет проверки компьютерной диагностики, только осмотр кузова. Все, хорошо. Большое спасибо, жду. Нет, за что все. Доброго дня. До свидания. Ну, в принципе, в принципе, нам и нужен только кузов, да, так как мы ищем то, что автомобиль битый в морду, в левую сторону, в левый стакан, в левый брызговик, то, что китайское, тайваньское крыло, капот, бампер, фара, телевизор, радиаторы новые и все прочее. Посмотрим, насколько нам попадется квалифицированный специалист от Эльдара Автоподбор. Я надеюсь, вот, ребята, честное слово, надеюсь, что эти люди найдут все, что нашли мы в предыдущем ролике про Солярис. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Насколько смог посмотреть, посмотрел, поэтому, собственно, я обратился. Вот не знаю, вот по жопе там прилетало, да? Это мы уже выяснили. Ну, вот вы тоже скажите, насколько сильно. Благодарите меня. Если бы не было, то что бы не было. На новую, да? Ну, новую не знаю. Как бы так же, я перенесу. Нападка, по которой находится, своими номерами, понимаете, на улице, на улице, на улице, на улице, на улице, на улице. Ну, что? Крыло, говорите, лево именино и капот. Уже достижение. Опять же, касательно капота, вот тут запущен, совсем как бы нет герметика. Вот, такого быть не может. Здесь как бы герметик уже пошел трещинами. Здесь, что он сам, его нет вообще. А должен быть везде, да? Это не может быть, да, восток и бот, на каком случае, выключить, что как бы у него в пустите 10 петли. И петля, видно, что тоже заменена, то есть, как бы вот болты остались разными, а петля, как бы, она крутилась и снималась. Это крыло. То есть, капот снимался вместе с петлей, да? Да, да. Это крыло. А я вот здесь смотрел, крашеный или нет. Здесь все покрашено, потому что покрасили, то мне было видно. А он здесь не покрасили, и видно, что по оттенку, по оттенке, по оттенке отвечает. Дальше поехали. Это крыло, оно как бы, заводское, видно, что петель, но по кремере осталось оригинальное. Вот, далее, вот это вот место, это видите, где-то есть небольшие загибы около Ландерона. Да, да, да. Это, видимо, было немножко, по телевизору его или выкинули, ну, его, скорее всего, вот, банально выкинули. Вот это телек черный, да? Да. Там, как бы, Ландерон, по-другому, вот с этой, как бы, стороны остался, как бы, у него визуально как бы целый. Далее, пошли теперь уже по другой части. Крыло. No name. То есть, нет никаких каких-то обозначений. Вот это вот место, очень сильно, мне не нравится, потому что там выглядит, на самом деле, максимально убога. Ага. Вот. Ну, тут, как бы, так же, приятности, понятно, как пасхароны, заменены. То есть, наполнитель на этой крыло изнутри, оно черное, оно заменено на какой-то по-айваньской величине. А-а-а, вот как, да? Да, банкер, который тоже заменен, хоть не покрашен, убогу, это видно было даже красотка вообще, к машине подъезжает. Ну, да, вы сразу сказали, да? Фара. Да, я не ушел, никаких каких-то, ничего не хорош, что оно может быть переменено. Да, там капоты кло, потому что они заменены были, поэтому я не... Не, мне когда просто проверяли, мне написали, там, что 110-120 микрон, сказали... Какие 8 пробега? 67. Ну, радиатор стоит новый. Не, ну, видите, если вы говорите, что панель менялась, то, скорее всего, наверное, и... Да. Тут есть, ну, посмотришь, даже вот там, вот, да, на радиаторе. Это похоже на 67 тысяч пробега? Они новые стоят. Вот, особенно с ним завидно, то есть, где... Да, да, да. Они нормально новые стоят. Белые, да? Там буквально даже камушка еще не было. Вот это место крашено филангом. Потому что сквозь его в него вошел капот или крыло при аварии. О, видите, да, Риман? Да, да, да. Капот бьет как заводской слой. Рот бьется чуть ниже заводского слоя. Сама стойка, ну, покрашена с переходом плавно. До какого момента? Чуть-то вот здесь. Ага. Это так можно не полностью красить, да, получается? Да, нужно. Если, допустим, просто таким куском, будет видно. Потом покрасили с плавным переходом, чтобы не было явного перехода. Это родная. Вот это родная, да? Да. Ну, тут кто-то увидел, что вот, допустим, панели смежные. Это родная, а это или нет? То есть вот эта не родная? Я вижу, что это все покрашено, да. Она именно заменена или просто покрашена? А как это можно заменить, вот эту штучку отдельно? Переварить. Я не думал, что это зеленый, пока ты смеешь покраску. Ага. 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 А что там? А подушка стоит на руле. Аэрбэк. Правильно я сказал? Аэрбэк называется? Да. Ага. Скажи, пожалуйста. Ну, вот сами стаканы, как бы, грузовики. Вот это вот. С правой стороны сюда часть пас. С левой. Ой, да. С левой стороны сюда часть пас. А вот сам стакан типа там это менялся? Менялся? Не менялся? Визуально он заводской. Вот все заводские, как бы, родные. Здесь заводские немецкие. Ну, какой-то ударный обувь. Ну, какой-то такой, довольно-таки. Ну, скажем так, серьезно. И ездит, что-то дешево сделано. То есть лобаш китайский, пио китайский, капот китайский. Год два это все будет гнить полевому. Угу. Ага. Он не гниет, да? Ну, как бы, да. Хе-хе-хе. Нет. Китайский бампер может гнить, но это все равно не фатально, как бы. Так, подушку можно же снять. Там же, наверное, тоже должен быть год написан. А сейчас можно снять это? Ну, не, я не знаю, может, на станцию можно или... Готово я снимать? Вот здесь, да, важно мне было что-то или нет? Да я, в принципе, готов. Готово. Вижу, ну, это опять же на теле. Да, да. Вот здесь вот, прям, куда палец опихает. Да, только надо посмотреть, если не увидеть. Понял, понял. А давно сделано, нет? Нет, потому что тут все было уже днило. Скорее, перед продажей. Ну, в смысле. При тем, как он купил, да? Так, визуально вроде одинаково выглядит все. То есть, по факту, что мы видим, да? Был удар в морду, да? Да, он очень криво. Он сделан 150 китайских за частей. Как и телевизор, скорее всего, тоже китайские. Так, как и радиаторы, то ли, скорее всего, все китайские. Подушки безопасности явно срабатывал. Не знаю, сейчас сидеть или нет, в лобах, так и все китайские. Полез, полез. Где-то не сочиняет, да? Вопрос. Вот сами стаканы, брызговики, лонжероны. Стаканы визуально ровные. По поводу лонжеронов по-левому есть небольшие воздействия, но только в самом начале. Вот. Усилители верхние, туда, где крестится крыло, также есть шпаклевки сверху. Ну, сверху. Ага. Что там внутри надо уже снимать. То есть, как считаешь? Хлам какой-то, если честно. Хлам, да? Да. Короче, ты вердикт, нахрен, эта машина? Вердикт, что это какое-то ведро, да, у которого явно срабатывали подушки безопасности. Прям факт? Прям факт. Ну, чтобы понять, это желательно, конечно, ее снять, посмотреть на ее дату. Но я больше чем уверен, что они срабатывали. Просто я посмотрел по этим шлам, да? Как бы, ну, то, что там тоже самое, что и Эльдар говорит, да? Как бы, что швы вот симметрично все там в таком духе. Даже здесь... По стаканам, по стаканам, стакан симметричный. А вот то, что, допустим, идет уже верхний укритель, по нему уже нет. Ну, то есть, я вам показал вот эти вот места. И самое главное, что и крылья матовые внутри. А крылья, вот здесь и черные, если что. Не, ну вот это, вот именно. А это же красится все. А он мне говорит, что на дилера ездил, что там диагностику делали. Да, дилер этого не видеть никогда. Дилер вообще ни хрена не видит. Там специалисты, которые вообще ничего не понимают, да? Там специалисты, которые не приходят к нам в компанию работать. Что это? И то, что капот менял. Кстати, по задней части, на самом деле, особого вопроса нет. А бьется только по ДТП задняя часть. Ну, попробуй чуть выше. Угу. 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 То есть, такой точно не надо брать, да? Угу. Александр, сейчас две минуты. Сейчас мы рассчитаем. А что это надо? 450 тысяч. Ну, это очень дешево за 15 тысяч. На автомате. Ну, это очень дешево. Так вот, за эти деньги как? Я их не сделал. Все, ладно, не задерживаю тебя больше. Да, вам всего доброго. Спасибо тебе большое. Ты крутой парень, реально. Извиняюсь, что я опоздал. Ничего страшного. Я буду тебя, если кто-то будет спрашивать, буду рекомендовать. Вот скажу, у Ульдара работает Юрий, да? Да. Просто крутой чел, вот реально. Если что, набирайте. Все, спасибо. Честное слово, спасибо. И если вы хотите решение покупать, вы будете на подъемнике, посмотрите, чтобы она хотя бы была более-менее ровная. Ты реально крутой парень, спасибо тебе. Ладно, всего доброго. Все, счастливо. Счастливо. Ну, что вы сказали? Ну, что? Он молодец. Почему? Ну, потому что чашку он не может увидеть. Ну, он крутой парень, но не такой крутой, как мы с тобой, как бы. Хотя, опять же, условия может быть. Он увидел, он увидел вот этот, который, он увидел, по сути, ту шпаклевку сверху, которое увидел сразу я. Да? Ну, из-за которой начали копать. Из-за которой я начал копать вообще. Он ее видел. Из предыдущих всех, кто смотрел, никто не увидел вообще нахрен эту шпаклевку. Просто никто. Единственный вопрос, что он говорит, что фара... Ну, фара, ну это ладно. Он не увидел, что она... Если бы он чуть-чуть наклонился бы и посмотрел бы на герметик на стыке чашки... Ой, на стыке... Герметик на стыке брызгаряка, я замерз не могу, и лонжерона, он бы тоже увидел это. Понимаешь, как бы? Ну, потому что он реально крутой. На фоне всех, которые приезжали, его можно рекомендовать. По кузову этого пацана можно рекомендовать. Так он в итоге сказал тебе... Нахрен говно вообще не бери. Примерно вот так, да. Я бы не взял, говорит. Я говорю, 450 стоит. Он говорит, да, это гораздо дешевле, чем стоит, но я бы не взял. Если, говорит, все равно надумаешь брать, подними, посмотри геометрию. Обязательно посмотри еще то, все, все. Вот так. Что сказал дилер? Что сказал мультибрендовый сервис? Что сказал первый подборщик? Что подборщик сказал, который подобрал эту машину? Это просто чудо, парень. Ну да. Реально. Сейчас мы приедем к нам, откроем, посмотрим. Так, ну что, друзья, приехал парень, зовут его Юрий. Юрий, ты красавчик. Ты этого увидишь в видео, я думаю, ты красавчик. Из всех, как ему показывали, это единственный человек, который сразу обратил внимание именно на эту гребаную шпаклевку возле технологического отверстия сверху на брызговике. Когда я открыл капот первый раз у нас, когда приехала девушка, да, что замок не закрывается, и вот точно так же я туда бросил взгляд, сразу, сразу было видно, что там что-то делалось. Естественно, что капот Тайвань, что крыло Тайвань, он тоже все это увидел. Он просто молодец на фоне дилера, на фоне сервиса этого большого, на фоне первого подборщика и подборщика, который подобрал эту машину. Он просто красавчик. Конечно же, он не увидел вареную чашку, да, с брызговиком. Ну, он сказал, стаканы симметричные, родные, да. Ну, блин, чуть-чуть бы он еще загрынул вниз и увидел бы там герметик, который увидел я. Я думаю, он бы тоже это распознал. Потому что раз он здесь все это увидел, логично, что он и там бы понял. Ну, собственно, вот так. Наверное, я еще включу и что-то скажу сейчас. Я просто очень сильно замерзся и в полтора часа был на улице. Так, и он сказал, что стрелянный аэрбэк. Я сказал, что он не стрелянный аэрбэк с Аней, когда мы проверяли. Сейчас мы приедем, скроем, откроем аэрбэк, посмотрим вообще что там и как, какого года он и все прочее. И выяснится. По торпеде, я говорю, мы же так же смотрели, да, что торпеда вообще не снималась. Как бы там, ну, видно это, что ее не крутили, не снимали. Скроем подушку руля, поглядим туда и все, и отдадим машину хозяйке. Сегодня она уже еле-еле приехала, она уже не хочет на ней ездить на самом деле, она хочет ее продать. Расстроилась. Ну, собственно, как-то так, ребят. Так, ну что, снимаем подушку безопасности водителя. Сейчас Александр у нас разберет руль. У тебя есть фонарик? В телефоне есть. Вытаскивай. Так, ну что мы видим? Ничего не снималось? Да нет, тут ничего, я хочу год посмотреть. Подожди, подожди, аккуратненько, ничего тут не навреди. Ты посмотри, видно, чтобы срывалось что-то или нет? Да нет. Она не кневая целая, не перетянутая, ничего не сделано, да? Нет. Обычно здесь гнет немножко, понимаешь, когда стреляет аэрбэк. Сам руль тоже ведет. Наружбу он 14.09.10. Сам руль, да. Да, подушка. А, тоже 14.09.03. Здесь вот. Вот. С 3-го, да. То есть она получается у нас 3-го сентября 14-го года. Да. Все четко. Так что, Юр, ты ошибся немного, подушка не стреляла. Ну что, друзья, я хотел бы завершить это видео такими словами, что обращаться в компанию Эльдара, конкретно, например, в Петербурге, и вызывать вот этого подборщика Юрия, я рекомендую. Потому что он действительно молодец. Он реально нашел практически все то, чего не нашел никто. Ни дилеры, ни прочие подборщики и сервисы. Поэтому он молодец. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Рад буду ответить на все вопросы ваши. Все. Всем пока.